Добрый день всем здравствуйте сегодня у нас работе вот такая работа а это был когда-то один вал вот такой длинный это вал с квадроцикла задняя ось здесь колесики на нем сидят здесь звездочки здесь тормозные диски или наоборот вот это близко блескучие места это когда-то стояли подшипники но квадроцикл эксплуатировался нещадно и поэтому в одном из прыжков у него ось где-то прогнулась надломилась под шла трещина пошла трещина и постепенно трещина это пошла глыб же глыб же глыб же и когда осталось процентов я не знаю 10-15 это диаметра как на очередном прыжке она все это хруп и сломалась то есть постепенно отламывалась это эти как бриточкой срезала трещинка ползла в общем не сейчас это надо попытаться восстановить сейчас попробую если эта штука не каленая то соответственно работа очень простая стыкаем токарный станок центруем засверливаем обе половинки с какого нибудь подходящего пруточка делаем вставочку чтоб он тут торчал сюда запрессовался на прессовываем а в этот момент здесь делаем глубочайшую фаску и потом это все заварим и опять проточим варить придется много вот это посадочная шейка под подшипник в минусе миллиметр вот туда же видно как металл аж расплескала то есть это надо будет наварить здесь тоже самое в минусе полмиллиметра или даже миллиметр в общем вот эти две шейки под подшипники будем наваривать и когда сварим вал то с одной установки чтоб биения не было протачиваем посадочные места под подшипники ну вот кратенько все поэтому сейчас приступаю вставляю в станочек центруем сверлим так прошу 哦 еще убив убring убий Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот в итоге вот такая комбинация у меня получается. У нас есть вал просверленный, есть шпилька, которая туда должна вставиться, штифт, шпонка, ну короче, направляйка. Индукционный нагреватель, сейчас нагреваем вал. Тут у меня посадка почти две десятки. И на горячую забиваю туда вот эту вот шпилечку. Для того, чтобы нагрев проходил равномерно, включаю вращение шпинделя. Выключаю индукционный нагреватель. На торчащую шпильку направляющей одеваем этот конец вала и упираемся в центр. Теперь буду разогревать вот этот конец вала. Повторяю, посадка примерно полторы-две десятки у меня в минусе идет. То есть очень-очень плотная горячая посадка, так называемая. Сейчас разогреем. И задней бабкой, центром, я зажму вал на эту шпильку. Все, индукционный нагреватель выключен. Сейчас оно остывает. Микроша 3000 в действии, ребят. Ну, а я выставляю вал в центра опять. Ага, здесь центра нету. Вот, да. С одной стороны центра нету. Ну, возьмемся за шлицы, за цилиндрическую поверхность. Далее выставляю вот такую вот старую тупую накатку. Как накатка она уже практически не работает. Ну, в данной ситуации она будет работать как люнет. Видно, что на валу есть небольшое биение. Вот этим люнетом импровизированным, сейчас мы его уберем, это биение. Ну, вот, как видите, да, получилось, что я подпер импровизированным люнетом наш вал, и биение фактически ушло. Ну, а теперь самое страшное. Надо произвести сварку этого вала, и заодно наварку вот этих изношенных поверхностей под подшипники. Поехали! Ну, а перед тем, как наваривать посадочную поверхность под подшипник, у нас здесь шлицы, можно их засрать. Поэтому делаем защиту. Ну, вот она чисто за счет своей упругости и закрывает шлицы. А больше нам и не надо. Эти шлицы тоже закрыты. Шлицы закрыли. Посадочные места буквально вот в 5 миллиметрах. Так что нормально. Настраиваем сварочный аппарат. « opinion». «При Kenny» «При heights Austria» «При Kenny» Продолжение следует... 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 Продолжение следует...